Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава книги «Не имею», я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала «Экзегет». И вот третья глава нам покажется немножко скучной. Вы знаете, вот я москвич, я в Москве родился, всю жизнь живу. И когда я читаю какие-нибудь старые стихи о Москве, о Москве, которую я не видел, ну, начиная там с Пушкинского въезда Татьяны с ее семьей в Москву, где у Харитония в переулке остановился тот вазок, и большой Харитоневский переулок, я его прекрасно знаю, я по нему иду, я представляю себе, как все это было. Так вот, третью главу так читали жители Иерусалима. Нам, конечно, это все ничего не говорит, но они вот, все эти стаи галок на крестах, как у Пушкина и у множества других поэтов, писавших о Москве, они видели буквально. И более того, не имея, он рассказывает, кто все это делал. Ну, там, Татьяна Ларина, это литературный персонаж, ее на самом деле не было. Они находили здесь своих предков, они находили, кто это строил. Вот камни, вот стены, вот дома, но это же люди. Они же не с неба упали, эти дома, их люди построили. Они что-то думали, говорили при этом, и как их звали. Вот третья глава ровно об этом. Это такая ностальгия об Иерусалиме, восстановленном после плена. Ну, первая, вторая глава, это начало книги. Там рассказывается о том, как, не имея молиться Богу, о том, как он испрашивает его благословения, покаявшись солидарно со всем своим народом, о том, как он говорит с царем, и добивается разрешения царя Артаксеркса, царя Персидской державы, на строительство и восстановление Иерусалима, о том, как окрестные народы этому противодействуют. Ну, а вот мы переходим к тому, что совершенно неинтересно нам сегодня, к сожалению, и то, что наверняка с замиранием читали иерусалимляне былых веков. Первосвященник Ильяшев вместе с собратьями-священниками восстановили тогда овечьи ворота с прилегающей стеной вплоть до сотенной башни и башни Ханаэла. Такие имена, которые сегодня нам неизвестны, нам даже трудно их на карту нанести, но все же. Они осветили ворота и установили в них створки. Ворота очень важная вещь. Ну, во-первых, чисто оборонительная функция у них есть, а с другой стороны, ворота – это же граница. И вот даже обряд освещения ворот, то есть ворота – граница этого города, и внутри него все другое, чем снаружи. Поэтому какие-то обряды нужны. Даже еще стены не стоят, а ворота уже. Подли них строили жители Иерихона, еще дальше Закур, Сыны, Мри. Рыбные ворота восстановили сыновья сынаи, укрепили балки, поставили петли и навесили створки с запорами. Далее работал Миромоц, сын Урия и внук Хакоца. Далее Мишулам, сын Берехи. То есть они вокруг города восстанавливают стены, соответственно, ворота – еще несколько участков стены, другие ворота – еще несколько участков. Далее от садов, сын Баны. Далее работали люди из Тыкова, но знатные из их числа не подставили шеи под Ермо своего владыки. Как всегда, простой народ впахивает, а знатные развлекаются, отдыхают. Бывают. Это отдельно отмечено. Старые ворота восстановили Йоада, сын Пасео, Хаймес Шулам, сын Бесудье, укрепили балки, поставили петли и навесили створки с запорами. Далее работали Милотея из Гавауна, Ядон из Миронота, пришедшие из Гавауна и Мицпы, которые подчинялись наместнику Заречья. Смотрите, дальние области тоже собрались, то есть столицу восстанавливают все. Никто не говорит, понаехали тут Иерусалим нерезиновый. Далее работал ювелиру Зиэл, сын Харха, и далее составитель благовония Ханания. Так они восстанавливали Иерусалим вплоть до широкой стены. И все социальные слои, вся география, все социальные слои, и простые, и какие-то изысканные знатоки ремесел, ювелир, составитель благовония. Далее работал Рефая, сын Хура, начальник надполовины Иерусалимской округи. А вот вам и чиновник персидской державы. Далее работал Едая, сын Харумафа, как раз напротив своего дома. Далее Хатуш, сын Хашавны. Следующую часть стены вместе с печной башней восстанавливали Малкия, сын Харима и Хашу, сын Пехат Муава. Далее работал Шалум, сын Халлохиша, начальник надполовины Иерусалимского округа, второй половины, вместе с дочерями. Долинные ворота восстанавливали Хануны, жители Заноаха. Они отстроили ворота, укрепили балки, поставили петли и навесили створки с запорами. Мусорные ворота восстановил Малкия, сын Рехава, начальник надокруга, и Бейт Хаккерем. Отстроил ворота, укрепил балки, поставил петли и навесил створки с запорами. Вот все эти подробности, да, потому что это же отдельная работа. Ворота источника восстановил Шаллун, сын Колхозе, начальник над округом Мицпы. Он отстроил ворота, покрыл их, укрепил балки, поставил петли и навесил створки с запорами. Иногда что-то дополнительно покрыл сверху, да. Он же построил стену водоема Шаллах возле царского сада и до ступеней, которые идут вниз от Давидова града. Давидовград – это центральный, ну, как в Москве Кремль, центральная часть Иерусалима. Далее, вплоть до Давидовой гробницы, дома богатырей с устроенным там водоемом, работал Нееме, сын Азбука, начальник над половиной округа Бейцура. Далее работали Левиты. Рихум, сын Бани, далее Хашавья, начальник над половиной округа Кейлы от своего округа. Далее работали их собратья во главе с начальником другой половины округа Кейлы, Беннуем, сыном Хинадада. Следующую часть стены, где подъем, устанавливал Эзерсон Ешоу до оружейного хранилища на углу. Следующую часть стены от угла до входа в дом первосвященника Илья Шива ревностно восстанавливал Баруф, сын Забая. Вот этот особо подчеркнуто ревностно. Следующую часть стены от входа в дом Илья Шива до края этого дома восстанавливал Меремоцы, Нурии, внук Хакоцы. Далее работали священники из окрестных мест. Далее напротив своего дома работали Вениамин и Хашув. Далее у своего дома Азария, сын Моосей, внук Ананьи. Интересно, что вот эти отдельные какие-то люди работали напротив своего дома. Вот как раз такое ощущение принадлежности. Понятно, что это просто удобно работать рядом с домом. Вот прям вышел, и тут стена, которую надо строить. А с другой стороны, вот ощущение, что Иерусалим это такое общее достояние. Следующую часть стены от дома Азарии до угла, где стена поворачивает, восстанавливал Мбинной, сын Хеннадада, ополал сыну Зая от угла, от той башни, что выдается вперед у верхнего царского дворца и дома стражи. За ним, педая сын Пороший и храмовые служители, жившие в Офеле, они строили стены до водяных ворот и другой передовой башни. Следующую часть стены от большой передовой башни и до стены Офела восстанавливали люди из такого. От конских ворот и далее работали священники, каждый напротив своего дома. Далее напротив своего дома работал садок сына мэра, за ним работал Шимая, сын Шаханьи, страж восточных ворот. Следующую часть стены восстанавливали Хананья, сын Шелемьи, Ханун, шестой сын Цалафа. Далее напротив своего жилища работал Мишулам, сын Берехьи. Следующую часть до дома храмовых служителей и торговцев напротив смотровых ворот со главным помещением восстанавливал Малки из рода ювелиров. От того главного помещения до вечих работ работали ювелиры и торговцы. Вот этот перечень не столько работ, сколько людей. И мы видим, как все это бывает. Что такое национальное возрождение, восстановление? Часто об этом говорят, и не только у нас в России. А это вот когда каждый напротив своего дома строит свой город. Это не когда люди очень много кричат о том, какая у нас замечательная страна, какие другие страны плохие. Абсолютно нет. Это когда каждый напротив своего дома восстанавливает свой город. И при этом работают все вместе. Я уж не буду говорить о том, что это все начинается с молитвы Богу, с покаяния, национального солидарного покаяния, когда люди понимают, что та ситуация, в которой они оказались, это не действия врагов причины, не стихийные бедствия, не что-то такое, чья-то прихоть. А это результат выбора и действий их собственных предков. И из этого надо выходить. Вот книга «Неиме» и как раз книга о том, как восстановить свою страну после падения, после разрушения, после того, как все плохо. Но было бы все здорово, если бы оно так гладко и катилось. Четвертая глава нам покажет, что все совсем не так просто. Продолжение следует...